ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успокойся, Гаша. Ром, останови. Тихо, Гаша, тихо. Успокойся! Ты что ж, твою? Успокойся! Майор Хлестов! Майор Хлестов. Твою ж... Что вам нужно? У вас в квартире миллион евро. Выручены сети подпольных казино. Я его нашла, честно. Мы знаем. Нам нужно задержать владельца сети. Алехина Даниила Маратовича. И вы должны нам помочь, Даша. Да. Мишку здесь. Я тоже вниз. А что такие хмурые? А, я чьи-то обнимашки прервал? Ну, так и быть. Ради любви я выйду на втором. Только я вам скажу одно. Любовь... Это коварная штука. Я бы даже сказал, любовь, это полная гавриня. Даша, старайтесь не закрывать микрофон, чтобы мы вас лучше слышали. Вы все запомнили, что нужно говорить? Да вроде бы да. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что операция эта совершенно секретная. Ни с кем, ничего не обсуждайте. Поняла. Идите работайте. Люди Алехина сами на вас уйдутся. А они меня знают? Да. Наш человек сообщил им, что миллион у вас. Какой молодец. А вот и он. Привет. Привет. Владимир, я пойду. Гаша. Улыбайтесь. У вас обычный рабочий день. Посмотри, какая красота. Это терраса. И всего 30 километров от Рима. И дорого такое снять. Папа купил этот дом. Купил? И когда вы уедете? Надолго? Я тут одна, что ли, со Степкой осталась? Ну, мы подумали, что переедем вместе. Там же море, экология, солнце. А работа, мам? Откроем ресторан, ты будешь директором. Ну, что тебя здесь держит? Даже не знаю. Степыч, ты чего? Что это? Это знак. Сапог Италия. Мам, Степка туда надудонил. Правильно. Там же море. Эй, братва. Мама, обращаюсь к вам, ко всем моим трём миллионам подписчиков. Отель «Иллион» не хочет меня регить. А эта тёлка говорит, что я маленький. Я бы ей показал своего маленького. Ну, вы поняли. Добрый день. Я дженерал-менеджер отеля «Иллион», София Чемман, помощь. Какая бабища подкатила. Сели меня в какой-нибудь лакшер-элюкс. Могу я увидеть ваш паспорт? Пайпак. Фамилию видишь? Врубилась, кто мой папа. Да. Так а что тогда стоим, тётка? Иди заселяй, или пойдёшь на улицу работать. Вот так. Нужно общаться со злыми тётками. Я сейчас позову охрану. У меня своя охрана. Кодор! Подойди. Ваш любимчик. Давай, Ходор. 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 Давай, разбирайся. Опа. Клоны. Я прошу прощения за этого идиота. Но нам всё-таки надо как-то решить этот вопрос. Я могу оформить номер на ваше имя? Хорошо. Спасибо. Напугала. Я всё знаю про тебя. Знаю, где ты была этой ночью. Это кто? Это Юля, подруга. В объятиях Павлика Аркадьевича. Павлик. Ты такой страстный. Ты знал, что я умею садиться на шпагал? Хватит. Ну, ладно, колись. Как всё прошло? Трезвую ночь упустили. Ничего не было. Я решила не торопиться обойти. А, вот чем бухает с утра. Злой ходит. Всем люлей раздаёт. Ну, ты смотри. Не профукай своего Павлика Аркадьевича. А то на нем уже рыжий курсун летает. Ну, кар. Где этот сосунок? Заселили в 412-й. Заселили? О, привет. Любовь моя неразделенная. Павел Аркадьевич, я хотела вчера прийти, но меня забрали. Кто? Простите. Даша, срочно идите на задний двор. Кто забрал? Я потом объясню. Меня Валентина в прачечной ждёт. У тебя кто-то есть? Нет. Я потом вам всё объясню. Йо-йо-йо, братва. Отель «Леон» на связи. Сейчас заценим, что у них за вискарь. Растучаться не учили? Так, так, спокойно. Ай, да ты что? Ай, больно. А тебя не учили с женщинами разговаривать? Ты хоть знаешь, кто мой папа? Если ты в него пошёл, то он избалованная мразь. Всё, хоронись. Тебя в лес отвезут и живьём закопают. А мне плевать. Нашу управляющую зовут не злая тётка, а София Яновна. Ещё одно слово в её адрес услышу. Я тебе ухо оторву. Ты понял? Да, 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 понял. Да понял я, отпусти. Ты что, вернулся? Ну, получай. Так, 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 слушай, слушай. Ай, не бей меня. Ай, 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 ай. Ну, вот эта вот колба, она как бы получается. Сюда пьезо. Понимаешь? И пшшш. Как дела с Валентиной? Отношения зашли в ступик. Вот. Картофель надо... У вас ни одной свиданки не было. Какие отношения? Гипотетические отношения. Ну, допустим, мы пришли в ресторан на свидание. Отведали салатик столичный. Рубанули борщичку, примечки конечку. Да. Что дальше? Ну, дальше. Надо переходить в десерт, то ты понимаешь, что мне кто согласится кушать десерт в моем убогом общежитии. Ой, дядь Борь, да сними ты уже нормальную квартиру, хватит над златом чахнуть. Ну, да, там скопилось немного. Видите, стиль тебе надо сменить. Мне кажется, свои кроссовки видели, как олимпийский мишка в небо улетал. Что ты понимаешь, мода нациклична. Уважаемые! Добрый день. Вы кто? Не важно, где наши деньги. Ваших денег у меня нет. Но они же у меня. Нужно им показать, что вы не простая горничная. И вы их не боитесь. Не понял, ты нас что за лохушку держишь, а? Когда мелкий начнет нервничать, скажете, что с шестерками вы дела не ведете. Только ведите себя уверенно. Я с шестерками? Я с шестерками не разговариваю. Ты что, чурханка, ты попутала с чего? Ты кого из себя корчишь-то? Они растеряются. И вы скажете, что будете говорить с их главным. Короче, я буду говорить с вашим боссом. Дедочка, ты что, хочешь с нами в лес прогуляться? А если они меня схватят, то и везут в лес. Даша, ну какой лес? Сейчас не девяностые. О, Дарья, скажите мне, как представитель молодежи, Борис, вот такие кроссовки сейчас носит? Да, в вашем возрасте носит. О, на, прощайте, друзья. Вы в комментах пишите, что я ревел, как баба. А вы посмотрите, как меня избил этот негр. Это все это злая тетка. София Яновна прислала его. Вот так, блин, отель Ильон встречает VIP-гостей. София Яновна, вы вообще в курсе, кто его отец? Уладьте этот вопрос. Простите, я-я-я испугалась. Я все провалила, да? Даша, успокойтесь. Мы прослушиваем их звонки. Они обязательно вернутся. Спасибо. Италия, море, итальянцы. Я бы с тобой рванула. Жалко, что я с Сеней помирилась. И когда мы тебя будем провожать? Рано еще об этом думать. Надо как-то уволиться. Визу сделать и... Степке садик найти. Квартиру, наверное, сдать. Дед Боря, вы что тут делаете? Давление в редукторе упало. Вот, починял их. О, теперь работает. Анастасия Степановна. Ходят слухи, что вы квартиру хотите сдать. А я как раз в поиске. Да, зачем же вам одному такая огромная трешка? Согласен. Пора бы и мне уже семьей обзавестись. Что-то тихо. Сделай погромче. Ку-ку. Тсс, с нами пойдёшь. Ты чё творишь-то? Вы чё тупые? Я же сказала, буду говорить только с вашим боссом. Пусть приходит за своими деньгами в наш ресторан сегодня восемь. Да, конечно. Спасибо. Вызывали? Ты зачем ребёнка избил? Я никого не бил. Конечно. Признаешься ты. А то я твои методы не знаю. Какие методы? Те, которыми ты меня выжить пытался с самого нашего знакомства. Опять за старое. Ты хоть знаешь, что там было? Конечно, знаю. Подставить меня не решил. Иди теперь извиняйся перед гостем. Я за тебя расхлебывать не собираюсь. Знаешь что? Катись ты по своей карьерной лестнице куда подальше. Я увольняюсь. Ну что? Меня всё устраивает. Вы, может, пройдёте квартиру и посмотрите. Да чего её смотреть? У вас подъезд такой, что хоть там стили и спать ложись. Ну, это знаете, на херу их взгляд. А так соседи у нас шумные. О, этого ещё. Наших бичей из общежития не слышали. Наши вводы часто отключают. Так она мне часто и не нужна. А ещё у нас тараканы и крысы. Да ладно. Да. Да, вот это неприятно. Ой, неприятно. Знаете, как неприятно. За 50 тысяч делить кровь с этими жадами неохотно. Тридцать тысяч и паукал. Дядя Борь. А? Вы верите в знаки? Чего? Квартира ваша. Поломойка хитроделанная оказалась. Стрелу забила специально вечером в рестике. Чтоб народу побольше было. Вы там с кем разобраться не можете? Что там, два метра роста, что ли? Хочу с этой тварью лично пообщаться. Это чё машина? Так, Алёхин вроде на такой приезжал. Ну, когда кричал на вас. Это что у тебя за шапочка? Как у обезьяны из-за Алладина. Теперь ты Абу, понял? А её братва Илёна на связи. Та самая злая чётка. Пришла извиняться за своего Тайсона. Ну, давай извиняйся. Подписчики ждут. Наш отель приносит вам свои изменения. И всё? Пф, скукотища. Нас же люди смотрят. Им нужно шоу. А вы о чём? Покажи нам, Тиськи. Чё ты ломаешься? Показывать, что ли, нечего? Я не буду этого делать. Ща, пацаны, уломай тётку и вернусь к вам. Ты чё, не врубилась? Если Тиське не покажешь твоему негру, капец. Он уже уволился. Ты чё? Ты слышал, о чём про моего батья сказал? Его найдут и живьём закопают. Ты хоть знаешь, кто мой папа? Если ты в него пошёл, то он избалованная мразь. Ань, ты всё хоронишь. Тебя в лес отвезут и живьём закопают. А мне плевать. Ань, ты больно. Зовут мне злая тётка, а София Ильяновна. Я ещё слово в её адресу слышу, я тебе ухо отраду. Ты понял? Понял? Не, ну, если тебе пофиг на него, конечно, можешь не подпадать. Чё случилось? Не искали, ты увольняешься. Да, только давай без шума. Нет настроения провода справлять. Ну, давай хоть узким кругом, что ли, посидим? Может, Дядя Боря пойдём? Здравствуйте. Даша, не волнуйтесь, Никита Андреевич в курсе нашей операции. У нас небольшая проблема. Алёхин снял весь ресторан. Ну, вы же главный. Скажите, что там похороны или свадьба. Мы не можем отказать, потому что это может спугнуть Алёхина. Меня тоже. Я что, там буду совсем одна? Даша, не волнуйтесь. Никита Андреевич устроил меня официантом. Я буду за вами присматривать. И группа захвата будет на готове. Чуть не забыла. Там этот здоровый тип мне угрожал. Я испугалась и от страха у него отобрала. Вам нужен? Даша, Алёхину нужно брать поличное. Поэтому тут те же деньги, которые вы нам вчера передали. Будьте аккуратны, здесь миллион евро. Не волнуйтесь. Я уже научилась их беречь. Удачи вам. Хотела спросить, а почему Павел Аркадьевич не в курсе? Павел Аркадьевич человек несерьезный. С ним лучше не связываться. Михаила Аркадьевича не видел? А, они с шефом у дяди Бори. А где он? Личья, что вы так и поедете? Да я у родителей, поживу до отъезда. А завещаем, папа завтра приедет. Я уже начал о семье задумываться. Ну, это жизнь. Интересно, как эта штука стреляет. Ладно, пора мне. Слушай, только сначала на кухню зайдем, и я там презент. Возьму, на дачу постреляю. Она входит. Начинаем операцию. Группа захвата. Готовы. Ну, здравствуй, Даша. Так, спрятал, день нашел. Это тебе. Мой прощальный подарок. Баночку? Ну, немножко. Трюфели, а что мне с ними делать? Ну, что хочешь, хочешь, ешь. Хочешь, продавай. Спасибо. Куда поешь-то? Куда подальше. Алло. Миш, ты где? Какая разница? Не уходи, пока не поговорим, пожалуйста. На кухню. Я не голодна. И почему ты хотела поговорить именно со мной? Я хочу на вас работать. Все идет по плану. Ждем передачи денег. Деда. Ой, извините. Что-то передумали? Нет, я ключи от дома родителей забыла. А, ну, я не буду вас смущать. Да. Как бы мы не сходили с ума Твоя глубина полна меня Как бы мы не сходили с ума Мы одна вселенная Как бы мы не сходили с ума Все, я ушла. Да-да, всего вам, всего. Забуждались, терялись, погружались в себя Как бы мы не сходили с ума Пась, прости меня Удержи меня Если я упаду Собирай меня, собирай меня Ты по кусочкам Я упаду Я так понимаю, квартирный вопрос У меня снова открыт София Яновна, вам туда нельзя Приказ начальства Я твое начальство, и мне нужно на кухню Мы с вами еще поговорим Горничная у меня есть Охрана у меня Тоже есть, правда, не очень умная А вот в качестве дамы Я бы вас рассмотрел Я подумаю Но сегодня у нас деловая встреча Ты же говорил, у тебя никого нет Да не понимаю, что На бабло повела, что ли? Я не такой богатый Но зато я молодой Мне страшно Мальчик, рот закрой Павел Аркадьевич, уходите Или что? Ты меня удалишь, как своего дедушку? Павел Аркадьевич Вам нужно отдохнуть А, братец, ты, ты кто вообще такой? Павел Аркадьевич Уволен О, нифига тебе сиськи такие стыдные Это что такое? Робокоп, что ли? Павел Аркадьевич Это что такое, а? Оружие на бабло Пистолет убери Данил Маратович, это подстава, а? Это менты Спокойно, у них на меня ничего нету А что дальше? Все, можно стрелять А, понял Да не здесь Да я понял Миш Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Привет. А что у вас случилось? Даша, где вы в последний раз видели сумку? Вроде бы под столом. Кто-то камеры отключил. Даша, где Миллион? Редактор субтитров А.Семкин